В Дагестане в эти дни сажают вкусную и, вопреки некоторым убеждениям, полезную ягоду. Но прежде чем вкус виноградника окажется в земле, он должен пройти тщательную подготовку. В порядок приводят и земли, на которых и будет расти антарная ягода, причем под эти цели используют даже заброшенные территории. Как работают аграрии на виноградных плантациях Табасаранского района, расскажет Храим Абдулаева. Виноград, известно, размножается не семенным способом, а вегетативно, то есть живыми частями куста. Эти черенки в Табасаранский район были доставлены из Дербенского. Это части маточных кустов, которые дают хороший урожай солнечной ягоды. В известном виноградарском хозяйстве Татляр стоимость такого посадочного материала доступнее в разы, чем чубуки из Краснодара или тем более Сербии. Более четкой будет информация о сортовом составе. В случае посадки местных черенков также отпадет проблема районирования, то есть адаптации к местным условиям. Выбираем вот эти глазки. Раз, два. И отсюда уже оставляем три. Глазка есть сантиметр где-то реже. Вот готово. Фермерское хозяйство Цанакское расположено на некогда заброшенных землях на окраине сел Цанак и Хилипенджик Табасаранского района. Для того, чтобы дать новую жизнь этой территории, фермеру Низамудину Нибиеву пришлось приложить немало труда, выкорчевывая высохшие деревья с помощью тяжелой техники. Были проведены оросительные каналы, в которые поступает вода из родников реки Рубас. Будет посажено 453 тысячи штук чебуков винограда. Рокостели сорт, августин сорт столовый, мускат сорт тоже столовый, шоколадный сорт и молдова. Вот эти четыре гектара будут посажены полностью. Заготовка посадочного материала – дело кропотливое. В среднем рабочие успевают за смену провести калибровку до 1200 чебуков. А далее черенки поступают в воду. Вот видите, сегодня калибровку сделали здесь. Сейчас по 100 штук завязали в такие пачки и складываем воду на замачивание. Через дня два-три проведем процедуру посадки, начнем организовать и посадить. У женщин к работе особый подход. Хорошее рожа можно получить с посадочного материала, который был заготовлен с любовью и с хорошей песней. Кроме того, сельхозпроизводитель из села Цанактово Саранского района Низамудин Небиев на площади 20 гектаров заложил сады по интенсивной технологии. В частности, были посажены саженцы яблонь сортов семеринка, фуджи, лигал, дикоста. Время новостей.